Технические сережки и тому подобное Но есть Значит, с одной стороны нет проблем Можно носить сережки длинные, короткие, средние Но есть проблема вот какая, совершенно другая Призывается она на еврейском слове циньют То есть некая внутренняя духовная скромность И женщины тоже должны соблюдать такие законы И для мужчин есть свои, и для женщин есть свои Отсюда одежда женщин должна быть по определенным стандартам Замужняя женщина должна ходить с покрытой головой То есть волосы не должны видны, не должны быть видны И так далее И еще разные, на сайте у нас есть многое про одежду, про другие вещи А сережки при чем здесь? Ответ такой В циньют, в скромность входит такое понятие Очень, очень непростое Очень, или там скажем, не совсем привычное Для нас, вот словом мы, я имею в виду те, кто выросли в культуре, которую мы знаем Назовем это культуру, в которой выросли евреи, говорящие на русском языке Или выросшие на территории бывшего Советского Союза, их потомки Ну, я надеюсь, вы не понимаете Мы не выросли в этом А именно, что у женщин не должно быть задачи привлекать внимание мужчин Вот так вот, ни больше, ни меньше А мы всегда думаем, что на базу Теперь, я не пойду сейчас по линии Некой такой, знаете, непривычной А просто спокойно Не надо привлекать внимание мужчин В области сережек это означает Так, как учителя постановили И так мы, люди, тоже понимаем Что длинные сережки, которые раскачиваются и прочее Конечно, они бросаются в глаза больше, чем Такие, я не знаю даже эти названия все На которых, как кнопка, прикрепляется к ушной мочке, как кнопка Или очень-очень короткие Это не сравнимо с длинными Иногда бывает несколько сантиметров И пять сантиметров и тому подобное Пять, я не великий специалист в этом Но мы же ходим, мы же, может быть, что-то наблюдаем Что-то видим или когда-то видели Так иначе все знают, о чем мы говорим Так вот это считается нехорошо И тогда вопрос, а можно ли вообще сережки носить Законотвор учитывает потребность женщины Иметь украшения, интересоваться этим Украшать себя и так далее Только вся суд это в границе То, что привлекает И то, что демонстрирует желание привлечь Можно сказать, что маленькие сережки тоже привлекают Но нету границ в таком Или если есть понятие украшения То они, наверное, иногда кого-то и привлекут Но есть такие, которые явно направлены, чтобы привлечь А есть такие, которые направлены, что женщине приятно Выглядит красиво и все Ну а дальше уже дело мужчин не вглядывается, не всматривается Это действительно не всматриваться Это уже задача у мужчин Но когда вот очевидно, что женщина хочет привлечь к себе внимание Это считается не скромным И именно как раз это и законы Тора не разрешает И это ключ ко всем другим правилам поведения Одежда в одежде И не только, кстати, в одежде Есть другие виды поведения, которые не совсем скромные Не совсем правильные Поощрять это не надо Вот, пожалуй, все Хочу сразу сказать, что сама тема непростая Вот это трудно Женщина трудно сдерживает себя И поэтому и в религиозной среде Тоже мы наблюдаем иногда Когда Или одежда Технически она как бы скромная Но на самом деле нет Головной убор, особенно парики Те, кто носит парики Большинство учителей тоже запрещает женщинам ходить в париках А нужно в других головных уборах ходить Которые закрывают все волосы, но не парики То есть не женские волосы Вот не входя в эту тему Я хочу сказать, что есть парики, которые Явно не уступают хорошим и красивым причёскам И тогда всё становится бессмысленно Всё становится привлекательным А задача это не заниматься привлечением И вот, пожалуйста, тоже И вот в религиозных кругах иногда Можно видеть Молодые замужние женщины И может быть даже не совсем молодые тоже А выше нету Все женщины или молодые, или среднего возраста Как известно Входят в таких париках, которые Они никогда своими естественными волосами Этого уровня стандарта Эстетики не достигнут А с помощью пяти тысяч долларов Стоимость хорошего парика Я знаю, слышал и десять тысяч долларов Но опять я не специалист и не знаю Но тысячи долларов потрачен на парик Можно достичь таких результатов А сама Тора это запрещает А мы видим это в религиозных кругах И что тут сделать? Ничего не поделаешь, наверное Но говорить можно Вот я и рассказал вам И спасибо за вопрос Надеюсь, это поможет как-то Выстроить линию лучше, более правильную Всего доброго, до свидания